здравствуйте в этом году мы отмечаем 30 лет российской общественно-политической газеты народная правда на ней на этой газете написано учредитель трудовой коллектив редакции но на самом деле это не первый учредитель история начинается не в девяносто первом году когда вышел первый номер газета история начинается значительно раньше эта история связана с созданием общества научного коммунизма на базе дома политпросвещения участниками и организаторами этого общества были заслуженный деятель науки российской федерации доктор экономических и доктор философских новых ильнеев василий яковлевич теоретик теории потребительного потребительность трудовой теории потребительной стоимости и настоящий коммунист как-то я вас просил вообще вообще за кого беседе в личный он где а я за рабочий класс вот виктор георгиевич долгов доктор экономических наук профессор он у нас был одно время и проректором первым проректором санкт-петербургского государственного университета вот а был заместителем декана на экономическом факультете до этого дальше значит александр сергеевич казенов профессор он сейчас преподаватель красного университета участвовал вместе со мной в работе университета марктизма ленинизма кафедры научного коммунизма это наши дело было дополнительным к основной работе и мы создавали отделение рабочего актива в университете марктизма ленинизма на мойке 59 и ввели там курсы в соответствии с тем как мы знали понимали марктизм и так как мы и сейчас это делаем такие товарищи как там ильмеев долгов профессор моисеенко профессор рященко это такие товарищи которые независимо от того какая власть говорят то что истина а не то что хочется той или иной власти параллельно начался процесс организации рабочих этот процесс начался в разных городах и прежде всего в ленинграде 1989 году 89 году были выборы и на выборы уже по существу это движение которое было движением коммунистической инициативы и в котором участвовал первый секретарь петроградского райкома партии товарищ раков и я так понимаю это его действие было не без одобрения и поддержки первого секретаря гидаспова деньграде он предложил ряда товарищей а именно двум товарищем рабочим и мне как представители движения коммунистической инициативы выступить качестве кандидатов народной депутаты ссср вот мы согласились поскольку для нас это была большая возможность расширения пропаганды а пропаганду надо было ввести потому что в это время в открытую уже пропагандировались антисоциалистической теории как мы с вами знаем выборы в целом эти которые были они принесли победу естественно не социалистическим скорее антисоциалистическим силам тем не менее они нам позволили расширить организацию той части общество которое понимало что необходимо организовать коммунистические силы и в коммунистической партии и в целом в обществе поскольку были кому нет члены партии уже не коммунисты и были коммунисты но не в партии и вот такой организации стал объединенный форум трудящихся который был объявлен тремя кандидатами народные депутаты ссср это те кто были выделены от коллективов трудовых и которые проводили коммунистическую линию и после этого началась быстрая организация при поддержке петроградского райкома партии и я думаю что я кома в целом быстрая организация объединенного фронта трудящихся и так быстро мы его сделали что этот объединенный фронт трудящихся даже выдвинул кандидата в президенты Макашова я у Макашова был доверенным лицом вот альтернативу ельцину а другой товарищ из московского отделения движения коммунистической инициативы профессор сергеев алексей алексеевич доктор экономических наук он был кандидатом в вице-президент то есть организация коммунистических сил в россии быстро очень развивалась мы зарегистрировали объединенный фронт трудящихся россии поэтому он и мог таким образом действовать и мы стали создавать коммунистическое движение в рамках коммунистической партии инициативное движение коммунистов поскольку нам было совершенно ясно что партия по существу в лице своего руководства отказалась от коммунистических позиций она ведет нас к капитализму и надо организовывать силы прежде всего в самой партии это вот движение коммунистической инициативы проводила съезды причем нам предоставляли дом политического просвещения ленинградского обкома партии сюда даже горбачёв направил рабочего одного члена президентского совета как бы чтобы иметь полную информацию что тут делается вот на он такой особенный позиции не занимал он тут присутствовал и вот понятное дело что это движение должно было своей целью получить превосходство коммунистических сил над не коммунистическими но как показали события столько уже набрали не коммунистов и антикоммунистов партию что все члены движения коммунистической инициативы составляли в кпсс меньшинству и мы поняли что его не удержать в рамках так сказать всего советского союза тогда мы создали еще отдельную организацию и стали добиваться создания коммунистической партии российской федерации я думаю что у нас не изменится дела в россии если не будет как во всех других республиках республиканской партийной организации как органической составной части кпсс нам сегодня дали надзиратели над россией в лице бюро российского цк кпсс и михаил сергеевич занял очередной пост я думаю что и два поста много я думаю что россия и российские коммунисты состоянии сами избрать на своем съезде свой центральный комитет я думаю товарищи что мы не должны тут просто требовать я думаю что вопрос о партии россии вопроса республиканской партийной организации нашей это наш вопрос мы должны создавать и коммунисты и беспартийные должны создавать подготовительные инициативные группы во всех партийных организациях и на всех предприятиях обсуждать вопрос ее повестки дня съезда и о тех решениях которые должны быть приняты и начать выдвигать кандидатов. В этом состоит мое второе предложение. Спасибо за внимание. Движение Коммунистической инициативы начало кампанию за создание Компартии Российской Федерации. Потому что мы поняли, что может быть нам удастся в Российской Федерации получить преобладание. Надо сказать, что на этом пути мы имели немало успехов. А именно мы создали программу действий Компартии Российской Федерации. И эта программа была вполне кампанистической. Руководство Компартии, которое все-таки поставил Горбачев, руководство Компартии Российской Федерации, оно не стало ее реализовывать. Но программа уже была сделана. Это раз. Во-вторых, мы поняли, что надо нам иметь какой-то рычаг. организации. Таким рычагом, как мы знаем, из произведения Ленина является общерусская газета, общероссийская газета. И мы стали продвигать идею создания газеты Компартии Российской Федерации. Два наших товарища, это Виктор Георгиевич Долгов и Александр Владимирович Золотов. Сейчас он заведует кафедрой Нижегородского университета, доктор экономических наук, профессор Виктор Георгиевич Долгов. Я уже про него говорил, он доктор экономических наук, тоже профессор. Они были членами ЦК Компартии Российской Федерации. Тюлькин был, Виктор Аркадьевич, членом ЦК Компартии Российской Федерации. И я в этом деле участвовал, так сказать, как помощник наших товарищей и как человек, который вместе с Долговым первую половину лета провел в Москве, готовил программу действий Компартии Российской Федерации. Я вторую половину лета. Впереди второй этап работы съезда. Главный документ, который будет обсуждаться, назван программой действий. Ну, надо сказать, что вот эту программу, как я уже говорил, что руководство, которое получилось у Компартии Российской Федерации, оно постаралось его не использовать и не проводить. И тогда мы поняли, что без газеты, как органа, который может сплотить коммунистов вокруг коммунистической позиции, то есть без газеты невозможно эту задачу решить. Тем не менее, и первый секретарь Компартии Российской Федерации, и секретарь по идеологии причем этот вопрос был поставлен на пленуме. И самое интересное, что вот наши товарищи выступали, несколько человек, членов ЦК выступали тоже на эту тему. И генерал Лебедь вдруг, что это партия Компартии без газеты. Он тоже был членом ЦК Компартии РСФСР. И партия не может быть без газеты. И в итоге было принято решение сделать газету Компартии РСФСР. Ну раз, Зюганов был против, первый секретарь ЦК был против, ну тогда решили, что давайте делайте на базе Ленинграда. И так получилось, что газета ЦК Компартии РСФСР оказалась очереденной в Ленинграде. Долго не утверждали того, кто ее организовывал. Виктор Георгиевич Долгов, он так и назывался, ему посоветовали хорошо так назвать, и редактора-организатора. А потихонечку из редактора-организатора он превратился в главного редактора. Вот, но поскольку это все-таки газета ЦК Компартии РСФ в первом номере, который должен был быть выпущен, и был выпущен в июле 1991 года. В первом номере должна быть статья Зюганова на первой полосе, секретаря по идеологии. Сколько мы там ему не звонили и сколько мы его не трясли, он так ее и не дал. Тогда мы пошли к первому секретарю Ленинградского обкома Гедаспову, и Гедаспов сказал, что я дам статью и дал статью. И поэтому газета эта вышла как газета ЦК Компартии РСФФ, фактически газета Ленинградского обкома. А первый номер подписан в печать вроде бы 1 августа? Дело в том, что были номера, был первый номер, который еще не номеровался официально. То есть 1 августа вышел уже номер. Ну а регистрация вообще в органах юстиции, вернее в министерстве печати состоялась вообще 4 октября. Но газета уже начала выходить. А выходить она начала вот в таком объеме. Это 8 полос. Масштаба, как обычная правда, но вот только в правде всегда было 4 полосы, но у нас было 8 полос. Тираж 200 тысяч, еженедельник. То есть каждую неделю выпускалось 200 тысяч газет и они расходились, и это получилось мощное, так сказать, орудие пропаганды коммунистической. Мощное орудие, которое мы использовали и против Ельцина, и против Собчака. Оно зарегистрировано было в министерстве печати информации. Подписал это свидетельство о регистрации министр Федотов. Вот оно и сейчас эта регистрация у нас есть. Ну и мы начали такую мощную работу. Каждую неделю 8 полос. И распространялась она через Союз Печать и через наших активистов, членов Компартии Российской Федерации. И не только в России. Я, например, был в Белоруссии и заключил там договор, в том числе о сотрудничестве с газетой «Мое время» белорусской. И на Белоруссии тоже шел поток наших газет. И вот эта работа была настоящей работой по созданию, по сплочению коммунистов внутри Компартии Российской Федерации, которая, как мы теперь уже хорошо знаем, привела эта работа. Потому что у нас есть Рабочая партия России, есть газета, российская общественно-политическая газета. Ее главным редактором был до 1996 года Виктор Георгий Долгов. Потом он был назначен проректором нашего университета. И в силу, так сказать, большого противоречия между содержанием газеты и его постом, ну, он, так сказать, перестал быть главным редактором, отнюдь не отказавшись ни от каких позиций. Он всячески участвовал, организовывал и идейно, и политически работу газеты. И с точки зрения обеспечения помещения, размещения и так далее. А главным редактором с 1996 года я являюсь. Ну а вот с 2021 года главным редактором является доктор экономических наук Золтов Александр Владимирович, который, собственно, был одним из инициаторов создания этой газеты, был членом ЦК Компартии РСФСР, входил всегда в редакционный совет. И знаете, как есть член совета, член военного совета? Вот так Золтов, он входил в член совета. И он сейчас стал главным редактором. И, как я уверен, и никто и не сомневается, что газета и линию свою будет сохранять и твердо держать. На что? На создание мощной рабочей партии России. Но при этом были всякие разные приключения за этот период. Во-первых, сидели мы, как газета Компартии РСФСР в Смольном. И когда Смольный стали закрывать, мы перешли на круглосуточную работу. И когда там товарищи из соответствующей Хорна говорили, вы куда идёте? Мы идём на работу к себе. И оставались на ночь. И благодаря вот такому круглосуточному мифорту мы сохранили все свои помещения на втором этаже. На третьем этаже сел Собчак. Вот такая картина после известных событий. Напротив Смольного дом политпросвещения. Этот дом политпросвещения находится на площади пролетарской диктатуры. Дом 6. Вот там у нас было помещение совета рабочих. Его сохранил товарищ Тимофеев, поскольку он депутат был. Второе помещение было тоже, которое они передали для использования в народной правде. Это Виктор Александрович Овчинников, который сейчас является председателем контрольной комиссии рабочей партии России. Он забрал ключ. Он знал, что сейчас убежит начальница дома политпросвещения, а мы останемся. И ещё одно у нас было 211 помещение большое для газет. И туда вот мы вместе с Серентьевым, который тоже активно участвовал в работе газетой, возглавлялся в их отдел. Мы отбились от попыток отобрать у нас это помещение. Потому что, я говорю, так и вообще есть никто. Те, кто пришли. А вот мы будем с вами судиться. Пока вы не подали в суд, мы будем тут сидеть. И мы там сидели очень долго, пока в конце концов не сменяли это помещение на другое помещение, в котором сейчас находится РКРП. Это уже менял Виктор Аркадьевич Тюлькин. Так что, и как вы знаете, там проходят у нас занятия университета рабочих корреспондентов. А это, откуда у нас такое помещение? А вот с тех самых времен, связанных с этим. А Тюлькин был, и Терентьев был работником газеты, а Тюлькин был заместитель по работе главного редактора. Так что, значит, он активно тоже действовал, обеспечивал работу газеты. Но когда пришел Собчак, он решил, что надо нас оттуда все-таки выставить. Потому что, что это за ситуация, когда он тут ведет свою капиталистическую работу, а мы сидим ниже этажом и ведем коммунистическую работу. Причем шикарно, так сказать, сидим и шикарно ведем. Мощный такой был, мощный довольно кабинет главного редактора, помещение, разный горкоотдел, идеологический отдел и так далее. И мы набирали, поскольку мы через Союз печати отправляли газету, она имела свои средства от продажи газеты. И мы спокойно вели свою деятельность. Ну вот, в один прекрасный момент решили вдруг взять и товарища Долгова арестовать. Пришли два гражданина, два лейтенанта. Два гражданина лейтенанта пришли. Я тут же позвонил Невзору. Приходите срочно сюда, давайте, присылайте кого-нибудь. Потому что хотят Долгова, главного редактора газеты, демократы, хотят его взять и арестовать, и увезти из прямой редакции. Ну, Долгов, человек грамотный, он пришел, взял бумагу и дайте мне бумагу. На каком основании вы меня собираетесь куда-то везти? Что? Сидит. Ну, дали ему бумагу. Он стал ее читать медленно. Говорит, что читать так медленно? Говорит, так это же серьезное дело. Вы же меня ведете не на свадьбу. Вот. Потом он взял, достал лист бумаги и стал переписывать. А что это вы делаете? Ну, как чего? Говорит, я буду жаловаться же на вас. Жалобы писать, чтобы вас лишили званий, того-сего. Мне нужно точно знать, какой документ было быть и так далее. В это время я, значит, в другой комнате звонил Невзорова. Там был его заместитель, его заместитель, говорю, приезжайте, вот, интересная картина, значит, пришли арестовывать главного редактора газеты «Народные фраузы». И он мигом прилетел. И вот тогда, когда уже те собрались, значит, вроде уводить, тут приходит заместитель Невзорова с камерой и направляет эту камеру на Долгова. А лейтенант в замешательстве, лейтенант попросил Долгова снять, все, он по телефону свяжется с руководством. Долгов сразу освободил место. А эти записывают, представители телевидения, как на место главного редактора садится милиционер. И милиционер, когда он стал уже усаживаться, понял, в какую ловушку он попал. Он оттуда выскочил, как ошпаренный. А в это время, пока он там припирался с Долговым, Долгов ему объяснял, что сам-то я не пойду. А как вы меня собираетесь забирать? Все, бить, стрелять, все, как это, значит, наручники одевать. Ну, как вы, я-то ведь сам не пойду. Вот Долгов не из тех товарищей, которые им скажут, иди, он и пойдет. Сколько таких было в партии, которым сказали, идите вон туда. И они пошли, и чуть ли не плакали. Не надо плакать, не надо особенно. Не надо торопиться уходить туда, где вас не будет. Ну вот. А я в это время, значит, разговаривал с другим лейтенантом. Я говорю, ну хорошо, вы понимаете, такие палачи всегда находятся. Ну вот вас направили на гражданное дело. Вам-то лично зачем надо вот это вот? Лично вам. Да мне, говорит, ни зачем не надо. Ну, ни зачем не надо, так а что вы делаете? Потом этот того сменил, я с тем говорю, со вторым. То же самое. Ну, вот вы вроде порядочный человек, милиционер. Ну, у вас же задача какая? Порядок поддерживать, есть порядок. Вы пришли в газету, вы хотите забрать главного редактора в Российской газете. Вы что, соображаете, что с вами делать? И вы же будете виноваты со всех сторон. Не лезьте вы в это грязное дело. В общем, они вместе посовещались и потом и ушли. И ушли, и наши слышали, как они проходили, говорят, отсюда его не взять. А они взяли, а потом уже и желания не было. Тогда была с общиком предпринята вообще фронтальная акция. Нам сказали, так сказать, все, мы у вас. А на каком основании они его хотели забрать? То есть, что они, по какому поводу? Мы спрашивали, на каком. Не на каком. Ну, как вот, если тебя будут забирать, а ты просто так пошел и все. То есть, надо и требовать основания. Вот Долов и добивался основания, и так и не смог добиться. Ну, раз не смог добиться, они и ушли в итоге. Ну, вот Собчак решил тоже нас без особенного основания выкинуть оттуда. А основание было какое? Дело в том, что наши друзья-товарищи из ревизионистов Компартии РФСР придумали, что надо эту газету закрыть. И денежки у нас, которые они нам дали, отобрать. 300 тысяч было дано. Вот они нам бумагу прислали, а мы тогда пошли и зарегистрировали эту газету как газету трудового коллектива. Потому что там «Известия» зарегистрировали. Там было модно тогда регистрировать газету трудового коллектива. И мы зарегистрировали как газету трудового коллектива редакции. И пишем, отдать деньги вам не можем, поскольку мы зарегистрировали теперь как газету трудового коллектива. И все. И на этом они умылись. После этого мы уже не газета Компартии РФСР, а мы газета трудового коллектива. И как газета трудового коллектива существуем с тех времен. Ну вот, тем не менее, Собчак считал, что он губернатор весь. То есть, может делать все, что хочет в Ленинграде. Хотя его вице-губернатор был достаточно порядочный, был военный моряк. Вице-мэр. В смысле, мэром он был, наверное, да? Не губернатором. Да, мэр. Собчак мэр, а это вице-мэр. Он нас, в общем, поддерживал. И в нашей газете напечатал такую заметку. Собчак враг нашего города. Так что эта газета очень не нравилась Собчаку, и он решил ее вытеснить, по крайней мере, выкинуть оттуда. Ну вот мы тогда решили совместным решением комитета рабочих во главе с Тимофеем РКРП не пустить Собчака на работу. И я вот несколько дней стоял у гостиного двора, и список составлял, кто пойдет на то, чтобы не пускать Собчака на работу. Ясно, что с улицы не соберешь. Но такое, чтобы это было открытое действие, публичное такое, мы ничего не скрываем. И вот в один прекрасный день мы закрыли. Но мы там, так сказать, сколько мы внутри сидели, мы знали, что там семь входов в Смольный. А вовсе не один вход, который рядом с Лениным. И поэтому мы там везде перекрыли. Тут тройная, так сказать, оборона в начале. А во всех местах тоже там перекрыто. И вот какие-то знатоки приходили, видели, что закрыто. Они-то пошли в пятый, шестой, седьмой, второй, третий подъезд. А везде закрыто. И, короче говоря, ничего не получается. И так, и сяк, и этак. И вот последний, так сказать, самый интересный момент, когда едет Собчак на работу. А едет он, они же ехали не прямо, а Собчак вот по косой дорожке. Если смотришь на Смольный слева, там и сейчас не особенно пускать. Вот он туда подъезжает, а там два наших товарища стоят. Журавлев, Андрей Алексеевич, который у нас заведовал, собственно говоря, всем производством газеты. И еще один товарищ, член РКРП. Их они не пустили Собчака. Ну, Собчак развернулся и поехал. А, значит, Щербаков, ВСМР, адмирал, он понуро бродил с портфельщиком. Мы его тоже не пустили, заодно, хоть он наш товарищ вроде как. Но уж никого не пускать, так никого и не пускать. И там к нему подбегали какие-то военные, что, я сказать, надо меры принять. Он так успокаивал их. Успокойтесь. Короче говоря, через некоторое время вышел на переговоры, руководитель организационного отдела и сказал, давайте пойдем договориться. И вот председатель Совета рабочих Ленинграда, товарищ Тимофеев, повел его в ДПП, в здание ДПП, в Совет рабочих в помещении. И там он подписал, что он сейчас снимет, что они не будут требовать выхода народной правды из Смольного. А мы снимаем эту самую блокаду Смольного. Подписали. Все. И через, после того, как подписали, товарищи наши разошлись. А Собчак в течение очень короткого времени быстро подготовил хорошее нам предложение на выезд из Смольного, на Белинского, 13, куда мы с удовольствием и поехали. Потому что нам этой трудности совершенно не нужны там сидеть в Смольном, где сидит Собчак. И малоприятные. И мы туда переехали спокойно в заранее подготовленный, арендованный, с готовым арендным договором и выгодным для нас. И достаточно дешевым по оплате. И мы там просидели 16 лет. Пока не начались новые попытки нас уже отсюда вытеснить уже новыми властями. Уже не Собчаковскими, а другими. Но уже теми, которые сориентированы очень прочно на капитализм, на деньги, на доллар. И поэтому им такое соседство не надо. А там у нас было 300 с лишним метров квадратных в Белинского финанса. А большой штат сотрудников был? Ну, человек 28-30 примерно. Потом он все время сокращался, 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 сокращался. А когда нам пришлось переехать уже в Смольный, через некоторое время я там стал главным редактором. Я стал в 96-м году. Вот дальше у нас этот штат сократился по существу до двух человек. Это был начальник отдела и главный бухгалтер. Безглавный бухгалтер Наталья Васильевна Федотова. И вот мы в таком состоянии продолжали выпускать газету. Когда началась кампания. Ну, понятное дело, что Виктор Георгиевич нас не оставлял своим вниманием. Полностью помогал и добыть финансы. И помогал в организации. Когда мы начали кампанию против Собчака, когда Собчак пошел на выборы, то мы, а мы перед этим выпускали такую газету, для того, чтобы деньги получить, которая называлась для фонда помощи заключенным под эгидой от тюрьмы, от суммы «Не зарекайся». Там, где обычно пишут, пролетари всех стран, соединяйся. И там было написано, как выжить в тюрьме, там, то, сё, пятое-десятое. И картинка такая, значит, вышки, колючая проволока. Ну, и там советы всякие были для тех, кто попал в тюрьму. Как там жить непосредственно во время, когда вы еще не в тюрьме, а еще идет следствие и суд. А как выжить в тюрьме? Там вратные статьи. Ну, а мы деньги получали от этого фонда помощи заключенным. И вот как мы использовали всю эту раскраску. Из Смолиного кресты. Про Собчака несколько сделали. Или как делать Собчак. Там всякие делали мы. Причем в решающий момент мы выпустили миллион тиражом, миллион экземпляров. То есть, как на город, пять миллионов, миллион экземпляров газет. Это, конечно, была вершина. Вот. Причем мы раздавали люди у всех станций метро. И, в общем, почти каждый третий или второй взрослый человек получил газету. И в итоге мы еще и не раз выпустили, и два выпустили. Про Собчака. Такая картинка была. Собчак везде по городу наставил такие плакаты, где он там сидит за столом. Написано «Мэра в губернатора». А мы в газете тоже самое изобразили. Написали «Мэра в мэр-дотеле». Ну и, так сказать, руководство демократии. Я ходил, например, к директору Лены Зата. Говорю, а что вы у нас только половину напечатали? Это у нас зарегистрирована газета. Вы не нарушайте. А мы ведь не только против Собчака можем так выступать. Что вы? Закон надо соблюдать. Есть все. Тираж мы определяем. Не вы определяете. Вы печатайте, а мы платим деньги по договору. Договор у нас с вами есть. В общем, напечатали сначала полмиллиона, потом второй полмиллиона. На нескольких КАМАЗах вывезли это дело в распространение. И, вы знаете итог, Собчак не прошел, а прошел Якулев. И во время Якулев, как известно, он любил петь песню про Ленинград. И вообще был коммунистически настроен. А когда кто-нибудь, если он подбирал кого-то из бывших коммунистических кадров к себе в аппарат, говорил, только он же был член партии. Он говорил, да, Ама, ну и о чем вы говорите? Лучше скажите, что он плохого сделал, и что хорошего сделал. Попьет к нему претензии. О чем вы говорите? То есть он, в общем, был прокоммунистический губернатор. И при нем мы себя чувствовали распрекрасно, с одной стороны. Но с другой стороны, значит, начались вот эти события, уже совсем не в Ленинграде, а в Москве. И мы выпустили две газеты. В одной газете было написано «Раздавить гадину» про Ельцина. Во второй газете «Подавим путь Ельцина». И туда-то в Москву сбросили большим тиражом. Еще более однозначно настроены в Совете рабочие. Как известно, уже существует постановление Российского исполнительного комитета Советов рабочих. Многочисленные и мощные организации, с которой не считаться нельзя. Она вынуждена была принять решение о создании отрядов рабочей гвардии для защиты конституционных органов власти. Уже выбран командир отрядов рабочей гвардии. На этом заседании было принято следующее постановление о создании отрядов рабочей гвардии для защиты конституционных органов власти. Данное постановление определяет, что в условиях насильственной ликвидации Советов народных депутатов, циничного поправления основного закона Российской Федерации, уничтожения конституционных прав свобод граждан, в связи с введением бывшего президента Российской Федерации фишистской диктатуры в целых защиты Советов всех форм, постановил создать отряды рабочей гвардии при городских советах рабочих. Отрядам рабочей гвардии взять под защиту Советов всех форм и уровней. Городским советам рабочих часть отрядов немедленно отправить в Москву для защиты Советов и конституционных органов власти. Короче говоря, мы поучаствовали в этой всей передаче власти тем, что сразу дали свою оценку. Ну и нам тоже сразу дали оценку, в том смысле, что после вот этих наших вещей газету на один месяц закрыли в связи с чрезвычайным положением в городе Москва. Ну мы в Москве же и сдаем, то есть вообще это нарушение, конечно. Мы же и Галининградская газета, нас не должны были закрывать, но нас закрыли. После этого у нас отняли вагон бумаги, который, так сказать, у нас был в Ленинградсе. Дескать, захоронение мы с массой тут берем. А это было примерно 2 миллиона. И мы оказались в очень тяжелом финансовом положении. И, в общем, когда состоялась передача газеты от одного главного редактора к другому, от долгого ко мне, вот наше положение было очень тяжелым. Очень тяжелым. И мы даже в один прекрасный момент воспользовались тем, что у нас существовала газета за рабочие дела, маленькая. Мы привесили там второе название «Народная правда». И тем самым выполнили правило, что чтобы газету сохранить, надо чтобы регистрацию сохранить. Надо, чтобы она, по крайней мере, хоть один раз в году вышла. И мы вышли. А после этого мы снова стали наращивать. И вот с того времени мы все наращиваем, наращиваем, наращиваем. И вот газета за рабочие дела была закрыта в 2014 году, как выяснилось. Не так давно выяснилось. Ее учредителем был товарищ Снежков. Одно время он участвовал в работе общества научного коммунизма. Ну, а потом занялся коммерцией. На этой коммерции и пропал. А вот что касается газеты «Народная правда», то мы все-таки потихонечку наращивали, наращивали. И на сегодняшний день газета «Народная правда», которая была зарегистрирована 4 сентября 1991 года, выходить начала в июле 1991 года. Вот вы удивляетесь, что она раньше стала выходить, чем зарегистрировала. А вот у вас регистрировали, когда вы родились, до рождения или после рождения. Я думаю, все понимают, что сначала человек рождается, потом его регистрируют. Иногда еще родители долго спорят, как его назвать. И еще это тянется дело. И уже называют так, а потом вдруг запишут совсем уже не так. Поэтому мы-то считаем с момента, как газета вышла. Мы материалисты. Поэтому и отмечаем 30 лет. А в октябре можете отметить регистрацию нашей газеты. Это должна юстиция, наверное, или другие какие-то органы отмечать. Вот что на сегодняшний день собой представляет «Народная правда». «Народная правда» представляет собой новое явление. С одной стороны, продолжают все те традиции, которые были «Народной правды», большой общерусской газеты. Не маленькая какую-нибудь живопырку. Надо расплатить весь народ. Никаких у нас ограничений нет. Ни по масштабам, ни по деньгам. Почему у нас нет по деньгам? Я должен вам доложить, что товарищи, помогающие Фонду рабочей академии и Рабочей партии России, помогают финансированию газеты. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто помогает. Потому что благодаря этой помощи мы совершенно свободно и спокойно выпускаем газету. И ограничены не деньгами, а ограниченными тем, сколько мы раздадим. Мы эту газету теперь выпускаем не просто, так сказать, куда попало. Мы эту газету через тех распространителей, у которых на руках есть удостоверение о том, что они работники редакции, и разъяснение, что воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов преследуется тюремным заключением до двух лет. И вот они с таким удостоверением распространяют с утра с пяти, с шести, с семи, ну, больше до семи, чем с семи. И распространяют у фабрик и заводов. И количество газет, которые распространяются сейчас у фабрик и заводов по всей России, составляет порядка сорока тысяч экземпляров. Естественно, мы, так сказать, этот тираж будем увеличивать по мере того, как в партию или помощники рабочей партии России будут приходить и помогать распространять, кто любит рано вставать и все успевать. Вот таким образом мы ведем сейчас газету, и ближайший номер будет посвящен этому самому тридцатилетию. Там будут заметки статьи. Вот «Народная правда» сейчас постоянно освещает все семинары Российского комитета рабочих, а до этого она еще освещала съезды рабочих, Советов рабочих. Да. Вы там что-то можете? Да, конечно. «Народная правда» всегда была газетой, в том числе и Российского комитета рабочих. И поэтому освещала и съезды рабочих. Не было ни одного Российского комитета рабочих. Документы которого не были бы освещены и не было бы рассказа о том, как он проходил. Поэтому тот человек, который хочет следить за развитием рабочего движения, и за его организацией, и за руководством рабочим движением, тот, читая газету «Народная правда», имеет полную информацию. Это относится как к властям, так и к трудящимся. Поэтому действуем мы совершенно открыто. Пользуемся тем, что у нас есть буржуазная демократия. Раз буржуазная демократия, у нас нет господствующей идеологии. Вот так и написано. Вот делали поправки в Конституции, вот такую поправку в отношении идеологии не сделали. В Конституции записано, что в России нет господствующей идеологии. Вот я лично, судя по тому, как расширяется издание газеты, и как расширяется влияние коммунистической идеологии, я считаю, что господствующей идеологии рано или поздно в России снова будет коммунистической идеологией. А вы можете считать, как хотите. это я могу сказать любому другому, вы считаете буржуазное на здоровье, это ваше дело, а наше дело пропагандировать, вы пропагандируете буржуазное дело, у вас столько всяких возможностей, а у нас есть тоже немаленькие возможности, и у нас есть сайты, есть каналы, вот я же выступаю на канале, в интернете, кто его смотрит, тот увеличивает его тираж, так сказать, просмотров и так далее, тот тоже в этом участвует, поэтому и у нас сайт не один, у нас есть прибалтийский сайт, у нас есть сайт нижегородский, у нас есть сайт барнаульский, у нас есть сайт московский, у нас есть сайт северокавказский, у нас есть вконтакте, много-много разных вещей, и они не только наши материалы, которые бывают на родной правде или на видео распространяют, но и свои готовят новые специальные оригинальные материалы, Поэтому в рамках деятельности рабочей партии России мы ведем очень активную коммунистическую пропаганду. И я думаю, что дело здесь в том, что мы вовсе не хотим замыкаться, потому что вообще рабочая партия России не может быть отделена от народа, потому что ядром народа является городской, фабричный, городской промышленный пролетариат рабочие. Ну и другие рабочие и нерабочие, а партия – это соединение научного социализма с рабочим движением. Всякий человек, который за коммунизм, за социализм, он наш союзник, он наш товарищ, независимо от его социального положения. Вот Энгельс нам товарищ, он, между прочим, папа у него был капиталист. Ленин нам товарищ, он в 16 лет был дворянин. И Маркс нам товарищ, он был буржуазный интеллигент. Но это вот крупные, великие люди, они выше, чем узкий горизонт их интересов и его класса. Они есть представители прогресса всего человечества, и они встают на сторону передового класса. Тот, кто хочет быть современным человеком, должен стоять на позициях рабочего класса. И газета «Народная правда». Она народная правда. Но в народе есть и его ведущая руководящая сила во всей борьбе за социализм, за перерастание потом социализма в полный коммунизм, который борется со всеми негативными явлениями, которые есть и при капитализме, и при социализме. Ну, я думаю, их будет меньше при полном коммунизме, но я сомневаюсь, что их там не будет. Потому что такого позитивного, который никак не сталкивается с каким-то отрицанием, такого не бывает. Или я им говорю, ну, там просто без государства с этим разберутся как-нибудь. Без того, чтобы иметь особую государственную машину при полном коммунизме. Во всяком случае, для газеты, для газеты «Поле» оно никак не сужается, а только расширяется при движении к полному коммунизму. Поэтому я хочу пожелать, чтобы газета «Народная правда» еще шире издавалась бы при социализме, который наступит в России, благодаря социалистической революции, и при полном коммунизме, который наступит благодаря борьбе с родимыми пятнами капитализма, которые очень сильны и настолько сильны, что нас отправили обратно в капитализм. Так вот, в следующий раз надо иметь в виду, что без решительной, твердой и хорошо организованной борьбы за коммунизм сам он не придет. Его привести надо, или к нему надо привести. И это дело решается классовой борьбой и диктатурой пролетариата. Поздравляю вас с 30-летием издания российской общественно-политической газеты «Народная правда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова